Основной вопрос на повестке у нас это исправление конституционного бюджета муниципального района Ботлест-Район и в целом работа по выполнению налоговых и налоговых доходов. И в таком большом составе мы не случайно собрались, потому что уже к концу приближается финансовый год, и календарный, и думаю, те значения, которые мы сегодня имеем в частности исполнения походов местного бюджета, они не очень нас удовлетворяют. И почему не удовлетворяют? Мы все знаем, что одним из таких вот действенных механизмов по тому, насколько мы можем выполнять свои полномочия, улучшать жизнь и благосостояние наших сел, учреждений, организаций, именно то, что мы можем участвовать в федеральных, республиканских, государственных программах. Они, как правило, выстраиваются таким образом, что там должны принимать участие именно финансы разных уровней. То есть федеральные средства, которые бывают, республиканские и местные. И часто бывает, что наши меценаты тоже поддерживают. И чтобы реализовать все эти моменты, безусловно, нам свободные средства всегда нужны. В сентябре мы отмечали большой юбилей, это 95-летие с отнеобразования нашего района, и 25-го годовщину разгона о информировании, только что на территории нашего района, августа 1999 года. И мы все вместе провели большую работу. И благодарим каждого, кто участвовал, кто помогал, поддерживал. И, конечно, большую роль в этих мероприятиях сыграли наши главы администрации сельских поселений, да, и вот работники учреждений культуры сельских поселений. И у нас еще не закончена череда таких вот моментов, что мы вот отмечаем каждого, кто внес в такую правду, то, что у нас красочно так прошли эти мероприятия. На самом деле, у нас были высокопоставленные гости, вы все их видели, это и генералы, действующие, и отставки этой руководственной республики, и депутаты Государственной Думы, и депутаты Государственной Думы. Поэтому они все дали большую высокую оценку организации, как мы организовали эти мероприятия. Поэтому главы сельских поселений, кто организовал эти майданы, были организованы очень красочно, на высоком уровне, на высоком культурном уровне. Хотим от лица руководства района вручить вам благодарность и вашим учреждениям культуры. Добрый день, дорогие коллеги и приглашенные. Эта приятная миссия выпала на меня. Будем записывать историю в ваше активное участие. Об объявлении благодарности главы МРБОТШЕВСКИЙ РАЙОМ за активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посещенных 95-летию со дня образования Ботшевского района и 25-летней годовщине разгрома незаконных вооруженных формирований, вторчившихся на ее территорию в августе 1999 года, постановляю объявить благодарность главы МРБОТШЕВСКИЙ РАЙОМ и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Сельсовета Ансалтинский и Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Прошу познакомиться, Шамиль, это наш новый избранный глава сельского поселения села Ашали. Администрации Сельсовета Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Сельсовет Годовиринский и Годовиринский Центр культуры и досуга Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Силу Ашали и Сельский Центр культуры и досуга СИГЛОВАНДИКИЙ РАЙОМ Администрации Сельсовет Чанковский и Чанковский Центр Культуры и ДОСКУ Администрации Село Рахата и Рахатинский Центр Культуры и ДОСКУ Спасибо. Как вы знаете, мы ежемесячно направляем списки налогоплательщиков и работников, в том числе и учреждений и сельских поселений, для того, чтобы вы на местах приняли меры для побуждения вот этих лиц, чтобы они уплатили налоги, которые за ним числятся. На 1 января 2024 года за должность по имущественным налогам за работниками органов местного самоупределения и учреждений района имущественные налоги числили в сумме 3 млн 984 тыс. рублей, почти 4 млн. Это чисто за те налоги, которые числились за работниками, будь то работник администрации, района или институтного подразделения администрации, или органа местного самоупределения и учреждений в учреждениях. На 10 октября, принятыми мерами, нам удалось снизить задолженность на сумму 3 млн 12 тыс. рублей, но около 1 млн еще на сегодняшний день есть задолженность за работниками наших учреждений или органов местного самоупределения. Хочется отметить некоторые учреждения, у которых есть значительные задолженности за работниками Мунинской школы. На сегодняшний день, по данным Федеральной новой службы, задолженность за работниками Мунинской школы 66 945 рублей. Мы ежемесячно, наши работники направляем и органы местного самоупределения, и учреждениям Каиона списки, у кого имеется задолженность. По Ботинской бессиши номер 1 задолженность за одним работником 226 тыс. рублей. Это у нас Шамхало Шамиль Хамаладинович, там у него большая часть страхового износа, пение и штрафы. И таких работников очень много, порядка 62 работников, у которых имеется значительная задолженность 10 и более тысячи. Я не знаю, если я руководитель, если я не могу побудить своего работника, чтобы он исполнил свои законные обязательства, мне кажется, этот руководитель не должен сидеть на месте. Или этот работник должен работать, или этот руководитель не должен работать. На сегодняшний день вы прекрасно понимаете, как мы стараемся, чтобы вы и ваши работники своевременно получали заработную плату. Каких усилий нам это стоит, и какие меры мы принимаем для того, чтобы вы и ваши работники получали своевременно заработную плату. И если работник в первую очередь имеет такое отношение к руководителю и целому муниципалитету, значит, соответственно, руководство этого учреждения должно быть соответствующее отношение к этому работе. На сегодняшний день исполнение районного бюджета, если в процентном соотношении 70% до 70% доходит. Осталось 3 месяца. Я финансово выполнил работу из 2005 года. Единственный год, 23-й, когда мы не выполнили плановое назначение по налогу немаловым доходам. Сейчас тоже история может повториться. Многие бюджетные учреждения и работники этих учреждений не своевременно представляют уведомление. Раз уведомление не своевременно поступает, налоговая инспекция не сможет распределить те перечтения, которые были обеспечены в ЕНС. Они мертвым грузом, и мы, соответственно, не получаем эти средства для того, чтобы мы могли какие-то социальные свои вопросы решать. Если ответственно работник бухгалтерской службы будет относиться к исполнению своих обязанностей, для этого никаких проблем нет. Поэтому, уважаемые руководители, за бухучет учреждения отвечает в первую очередь руководитель учреждения. Поэтому относитесь ответственно к введению бухучета. Это не означает, что если вас обслуживает централизованная бухгалтерия, вы никакого отношения к введению бухгалтерского учреждения не имеете. Как раз таки имеете прямое отношение. Вы отвечаете за бухгалтерский учреждения. Почему? Потому что первая подпись на протяжном документе – это ваша подпись. Поэтому очень большая просьба руководителям учреждений. Тут большой список более 30 учреждений. Это наши учреждения. Будут сельские поселения, сельские центры культуры и государства. Основные образовательные учреждения, которые не своевременно представляют уведомления. В связи с чем бюджет не может получить соответствующий счет для того, чтобы мы могли обеспечить доступные обязательства, в том числе и ваши. Основная наша задача на сегодняшний день. Я хотел бы не то, что в форме совещания, но в форме рабочего диалога провести это совещание, чтобы вы тоже могли разобраться, если кто не понимает функции работы единого налога-шота и единого налога-платежа. Если встретили Усправление Федеральной налоговой службы, задавайте вопросы. Сейчас, наверное, выступит Шахвану Ганзат Магомедовичу. Он, наверное, объяснит по уведомлениям и по работе СНС и ЕНТР. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. И раз вы уже пришли на совещание, значит, отсюда тоже вы должны уйти с полной удовлетворенностью, чтобы вы получили ответы и как-то для себя приняли решение более ответственно относиться к работе. Я бы хотел остановиться на срок раздачу или менее франшизм. Как вы знаете, зарплата выдается на два раза в месяц, аванс и зарплата. Соответственно, уведомление по 6 НДФЛ сдаются два раза в месяц. С 1 по 22 число срок подачи уведомления до 25 числа. С 23 числа по 31 или позднее 3 числа. Очень важно, чтобы уведомление было отправлено именно по мере выплаченного зарплаты. К примеру, бывают случаи, когда зарплата выдается один раз в месяц. При этом при сдаче отчетности 6 НДФЛ. В первом разделе вы указываете по срокам выданного уведомления, чтобы была состыковка уведомлений с декларацией. Также очень важно, чтобы верно было указано у КТМО. То есть в расчетах уведомления должно быть одно КТМО поселение. Общий район у КТМО указывает недопустимо, так как возникнет ошибка нестанированного уведомления. В связи с этим вам необходимо будет исправить ошибку в представлении проективной решетки. Если угол поселения отношения и решения к этим вопросам вот такой, значит, соответственно, при формировании бюджета у нас тоже должен быть подход такой же. Никакой помощи с районного бюджета по части выполнения вопросов и решения вопросов дорожной деятельности этим поселением не должно быть. Имеем право? Имеем. Полное право. Но мы же не делаем это. Мы же с вами открыто, встречаясь с вашими джамаатами, открыто эти вопросы обсуждаем. И максимум стараемся помочь вам. В том числе особый подход и к образовательному учреждению. По имущественным налогам у нас срок наступает до 1 декабря. 24-го года налогоплательщики должны выкладывать тот налог, который он имеет и потом идет начисление за 23-й год. В части глав поселений хотел бы особое внимание обратить. Есть бюджетный кодекс, есть 131-й закон, есть те полномочия, которые за нами закреплены законом. Первые полномочия, будь то сельское поселение и муниципальный район, это формирование, исполнение, контроль за исполнением местного бюджета. Первые полномочия, если кто не знает, повторяю еще раз, хотя мы 10 раз это повторяли. Исполнение, некоторые главы у нас поселений считают, что исполнение бюджета это только исполнение в расходной части. Чтобы исполнить бюджет в расходной части, нужно всегда исполнить в доходной части. Это ваши и наши полномочия, и это наши обязанности. Проводите беседу, бухгалтера пригласите. Ни разу мы об этом говорили Магадем Джалатхановичем тоже. Если вам нужна какая-то консультация, пусть придет. Службы, которые должны изыскать эти задолженности, должны отрабатывать. Вот сейчас представители отдела судебных листов прокомментируют, какую работу они проводят в этом направлении. Наши налоговики, думаю, если это в их компетенции, то же раз снят, какую работу они проводят. Я думаю, у налоговой службы, наверное, люменная доля следственного содержания уходит на чистую переписку с этими злостными нарушителями налогового законодательства. На сегодняшний день на исполнение у нас находится 1543,5% производства на сумму 48 млн. рублей в отношении должников Бодрирского района в пользу федеральной налоговой службы. С 1 января 24-го года мы возбудили 785 исполненных производств. Из них 350 исполненных производств с того контакта 1 сентября 2024 года. Также перечислено денежное средство на сумму более 7 млн. 10 тыс. за этот год имеете в виду? Да, за этот год. Там у нас указано на ручки и в отрасли охлаждения. Ходилить не нужно. Потому что перечисление подходит в введение налоговых платежей. На этот период фактически мы окончили где-то 405 исполненных производств на сумму 10 млн. из них 160 ИП на общую сумму 6 млн. Это должники, по которым представлены уточнения по судебным актам о погашении и задолженности от налоговой инспекции поступили. Также 274 исполненных производств у нас наложены по ним акт на аресты на карты. Это сумма у нас более 40 млн. 442 исполненных производств. Это наложено аресты на транспорт. 200 исполненных производств на сумму 16 млн. по вынесению ограничения на выезде. Работу проводим. Также наружу, наверное, мы еженедельно проводим рейки по ним. Ну, а также, конечно, помощь на главу тоже нужно, чтобы проверяли, кто там проживает. Очень мало бывает здесь. Особенно прописаны, наверное, живут там, тут. Давайте в течение месяца постараемся снизить эту задолженность. Ну, давай. То ли, вот так просто, чтобы перебить биржу.